В эфире очередная беседа из цикла «Великие учения Библии». Христос часто учил, используя прием отрицания, то есть объясняя, в чем нет истины. Он полагал, что люди должны знать ложные учения и понятия, чтобы они не смущали их. В учениях Иисуса о Его приходе на эту землю мы находим несколько таких пояснений. Эти отрицания проливают свет на то, зачем Он приходил. Так в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 17 стихе Иисус говорит, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Однажды Иаков и Иоанн хотели вызвать с неба огонь на самарянское селение, которое не приняло Иисуса Христа, потому что Он шел в Иерусалим. Иисус запретил им, сказав, «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» – Луки 9, 56. Бог желает и имеет план спасти мир, а не погубить его. Он не торопится наказать грешника. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию – 2 Петра 3, 9. Некоторые представляют себе Бога эдаким жестоким властелином, который только и ждет, как бы поймать человека на каком-нибудь промахе. Но Писание рисует совсем другую картину. Когда Ионе не понравилось, что Бог не уничтожил Ниневию, Бог сделал ему выговор за такое отношение, сказав, «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой?» Это книга пророка Ионы, 4 глава, 11 стих. Бога огорчает, когда человек не спасается. Его цель – спасать. Таким образом, целью первого пришествия Христа было спасать, а не судить. В другом месте Иисус Христос сказал своим последователям, «Не думайте, что я пришел нарушить законы пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Это записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 17 стих. Он заявлял, «Ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все». Это следующий, 18 стих. Закон не должен был исчезнуть, пока не исполнится каждая его часть. Хотя некоторые используют этот отрывок для утверждения, что Ветхий Завет все еще обязателен, он учит совершенно противоположному. Иисус пришел не нарушить законы пророков, но исполнить их. И Он исполнил их. Он исполнил пророчества, исполнил их непременные условия, прожив свою жизнь в полном соответствии с требованиями закона. Тому, что закон Моисея был исполнен и больше не действителен, совершенно определенно учат и другие стихи Библии. Например, послание к евреям, 10 глава, 9 и 10 стихи. Послание к Колосинам, 2 глава, 14 стих. Галатам, 3 глава, 24 и 25 стихи. Преображение учит той же истине. В присутствии Моисея и Илии Бог сказала бы Иисусе «Его слушайте» Матфея 17, 5. Было время, когда люди должны были слушать Моисея и пророков, наделенных властью говорить. Но теперь надо слушать Христа и равняться на Него. В другом месте Христос также сказал, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Матфея 20 глава, стих 28. При желании Он мог бы призвать множество служителей, даже небесных. В Его распоряжении были и небесные и земные силы, но Он пришел не для того, чтобы Ему служили. Вспомним урок Иисуса об истинном величии. «Больший из вас да будет вам слуга» Матфея 23, 11. Чтобы подчеркнуть и наглядно преподнести этот урок, Он припоясался полотенцем, полотенцем смиренного служения и омыл ноги апостолам. Иоанна 13, 5. Похоже, сегодня в мире полным-полно людей, чья главная цель в жизни – чтобы служили им. Они хотят всегда только получать. От своих коллег, от правительства, от церкви, от кого угодно. Даже члены церкви могут сегодня сетовать на то, что им не служат. Мы не должны стремиться к тому, чтобы служили нам. Наше дело – служить. Мы что, ждем, чтобы Иисус снова пришел и припоясался полотенцем и омыл нам ноги? Он что, должен, поставив среди нас ребенка, учить нас истинному величию? Он уже учил нас этому. Так давайте же извлечем из этого уроки. Однажды Христос также сказал своим ученикам – «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы», ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» – Матфея 9, 13 стих. Когда Его самого критиковали за то, что Он ест с грешниками, Он ответил – «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные» – Матфея 9, 12. Иисус уделял внимание тем, кого мир просто не замечал. Когда Иоанну понадобилось заверение, что Иисус есть истинный Мессия, посланникам было велено передать Ему – «слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют» – Матфея 11, 5. Это должно было подтвердить Иоанну, что Иисус есть Христос, ибо было предсказано, что Мессия будет делать все то, что делал Иисус. Читайте об этом в книге пророка Исаии, 61 глава, 1 стих. Да, Иисус ходил к тем, кого отвергли другие. Но нас этот пример оправдывает только в том случае, если мы вводимся с плохими людьми с единственной целью, то есть с целью помочь им. Несмотря на слова о любви и мире, Христос заявлял, «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч» – Матфея 10, 34. Религия должна быть превыше всяких других уз. Пока изобилует зло, должно быть разделение. Христианин не хочет мира любой ценой, мира в ущерб истине. Мы должны выбирать истину, даже когда она приносит вражду. Мы должны решительно следовать за Христом, даже если это означает потерю друзей. В этом смысле Он и принес меч. Вот как сказано дальше в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 35 стиха. «Ибо Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашней его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Когда нужно сделать выбор между нашими земными членами семьи и Христом, мы должны отдать предпочтение Христу. Мы не можем быть Его учениками, если любим отца или мать, брата или сестру, кого-то или что-то больше, чем Его. Христос требует первого места. Если Он Господь, то должен быть Господом всего. Правильно ли вы понимаете, зачем приходил Христос, и живете ли вы так, как этого хочет от вас Бог? Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok